Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это последний выпуск по Майклабу в Pro Evolution Soccer 2021. Приятного вам просмотра! Ну что же, на этой замечательной ноте мы заканчиваем с Майклабом. Вот такие-то у нас дела. Потому что время уже подошло, Pro Evolution, как и FIFA, уже давным-давно ушли в кому глубокую, все, они ушли на покой. Поэтому давайте сегодня откроем мячики на оставшиеся, что у нас есть на аккаунте деньги. Джипышки эти на звездочке, уже мы ничего не открываем. Здесь у нас вот только звездочки, поэтому будем открывать то, что у нас было всегда стандартное. Мы это вроде как открывали поначалу, вот. Ну, пооткрываем сейчас. Три игрока нам отсюда будет выпадать, серебро, скорее всего, может быть даже и белые мячики, я не удивлюсь. Просто пооткрываем, скачаем уже этого игроков, я вам покажу команду, которую мы с вами собрали за этот сезон. Сыграем один там турнир, который в единственном матче остался, и все. Хамдалах нам выпадает, серебро, как я и сказал. Вот, ну, как-то так. Переходим сразу же дальше. Дальше идет у нас линия полузащиты. Тоже будет интересно, получится ли у нас хотя бы золотого игрока поймать отсюда, или все-таки нет. Ну что же, отправляемся мы с вами в Италию. Давайте-ка посмотрим. Серебро сразу скипаем. Это у нас Бацели. Бацели, Бацели, кому как угодно. Ну, вот так вот. Ну, мне кажется, уже в защите и в вратарской линии нам, как бы, и нечего сильно уже ожидать. Но все равно попробуем, почему бы и нет. Интересно было ведь хотя бы золотого игрока. Посмотрим, куда же мы отправляемся. А снова в Италию. Снова в Италию. Золотой хотя бы. Золотой. Левая нога, Интер. В Бастоне. Ну, такое себе пойдет. Хотя бы, вот я говорю, золотого игрока мы поймали. Как-то так. Как-то так. Вратарская линия. Я так понимаю, да, это у нас предпоследний игрок. Вот. Хотя, может быть, там еще кого-нибудь откроем. Ну вот. Адан. Решила силы скипа. Не получилось. Серебряный игрок нам вот снова выпадает. Так, ну и здесь тоже такое себе. Ну нет, все-таки, да, действительно, последний игрок. Вот. Сейчас откроем. Давайте нападающего. Потому что, как бы, ну, больше вероятность, что, может, кто-то интересно нам выпадет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Последний игрок. Вообще, в этом сезоне опять отправимся не понять куда. Это Ахмед Муса, 77. Ну, вот как-то так. Вот, правда, по-другому никак и не скажешь. Ну что же, вот наш единственный турнир, который здесь остался. Один играем матч. Получаем за него вот опытного тренера. Ну и все. От этого все и будет у нас, как бы, зависеть. Там сильно никто не прокачается. Но состав вам покажу. Там уже после матча. Ну что же, мы играем против Франции. Правда, на сложности любитель. Но, как-то так. Ничего не буду пока что про это говорить. Вот. Ну, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ну что же, наш последний матч в Майклабе. В Pro Evolution Soccer 2021. Season Update, так сказать. Ну и все. Поехали. И отлично. Крещану Роналду аккуратненько. Я думал даже, что он сейчас в створ не попадет. Но он неплохо. Получил мяч. Сразу. Ну, он его, да, именно получил. Я уж думал, он здесь отобрал. Ну и все. И за штрафной аккуратненько с подкрутки ворота уголю риса Крещану Роналду забивает. Ну и Бензема. Отлично реализовал вот этот выход. Один на один, можно сказать. Дебрюйн и хорошую на него передачу отдал. Ну и Бензема забивает своей же сборной. И все-таки забил. Все-таки затолкал Карим Бензема. Ну, такой себе гол, конечно. Если бы вот он забил действительно там первым касанием. Здесь и Миссис и Ньес очень хорошо распасовались. Ну и здесь тоже как-то так. Ну и как же сейчас шикарно. Крещану Роналду разыграли эту вот комбинацию с Карлесом Пуйолем. Здесь и Бензема хорошо нашел. Вот здесь вот прям в стеночку начали отыграться. Причем все в одно касание пасы были сейчас отданы. Ну и Крещану просто замечательно еще и прошелся для уверенности. И скалашматил мяч ворота. И отлично. Крещану забивает хэтрик. Сейчас очень хорошая атака получилась. Давайте еще раз посмотрим. Здесь Месси один стоит. Хорошую передачу делал. Во-первых, я так понял, там на Бензему она шла. Но там и Пуйоли Бензема мимо мяча пролетели. Ну и Крещану забивает свой хэтрик. И отлично. Ну вот сейчас это просто уже какое-то издевательство было. На сборной Франции уже здесь и Карлес Пуйоль замечательно забивает. Тут я хотел за Роналду Радугу попробовать не получилось. Здесь Бензема пятка отдает на Пуйоля. И тот со вторым касанием все-таки забивает ворота сборной Франции. Итак, Карлес Пуйоль. Выход один на один. Подача на Ибрагимовича и тот забивает. Ну все было сейчас действительно замечательно. И отлично. Восьмой гол забивает Златан. Здесь аккуратно его наградили вот этим перекидующим пасом. Отлично. Здесь Пуйоль переиграл и Погба, и Варана, и все. Причем с левой ноги еще и забил Златан. И забил еще и Крещану. Очень странно для меня в начале было то, что Златан, во-первых, подает угловой. Он должен быть штрафной как минимум. Вот. Но здесь добивание очень хорошо сыграл Крещану. Забивает там уже четвертый, пятый свой мяч. Нормально. Ну и даже Златан успевает, выйдя на замену, забить хэтрик. Но супер. Девяносто вторая минута. Десять ноль. Пойдет. И все. Последний у нас матч против сборной Франции закончился со счетом десять ноль. Лучшим там игроком, скорее всего, сейчас станет Крещану Роналдо. Вот. Двадцать у нас ударов. Тринадцать в створ. Крещану восемь и пять оценку получает. Все замечательно. Также чуть не забыл. У нас есть много скаутов. Причем у меня есть один скаут. Правый нападающий. Пятизвездочный. Здесь нам может выпасть абсолютно любой игрок. Тот же Лиан или Месси. Вот. Но, как вы понимаете, рандомным образом нам может выпасть кто угодно. Вот. Как видите, вот белого до черного мячика. Поэтому от Месси до самого худшего игрока. Сейчас посмотрим, как повернет наша фортуна. Так. Ну, нет. Только не это. Отправимся не понять куда. Серебряный мячик. И это ТТ. Хотя могли мы здесь выловить Лионеля Месси. Замечательно. Ну что же. Последние все махинации прошли. Прокачал уже все, что только возможно. Давайте посмотрим на нашу команду. Вот такая команда у нас получается за весь этот сезон. На позиции вратаря у нас Ян Облак 95-й. Есть также на скамейке Алисон 93-й. Слева у нас Альфонсо Дэвис 94-й. Также есть Робертсон 87-й. Мальдини Пуёль. Замечательные две иконы. Также у нас есть Харри Магуайр на скамейке запасных. И также Давиталова 90-й. Справа у нас в защите Трент Александр Арнольд. 96-й. Ну и на скамейке у нас здесь Эктор Беллерин 90-й. В центре полузащиты Дебрюйны, Бускец, Иньеста. Ну а на скамейке запасных это Зико, Сьяго. Ну и Марко Верати. Слева Кришчано Роналда 97-й. На его подмену у нас есть замечательный Маркус Решфорд. В центре нападения у нас Карим Бензема 96-й. На скамейке запасных Златан Ибрагимович 88-й. Ну и Иньеста, который мы вкачали абсолютно... Извините, не Иньеста, Месси. Что-то почему-то вот внизу на Иньеста посмотрел. Месси, которого мы получили в самом начале. Мы его вкачали по максимуму 46-й уровень. 102-й рейтинг. Ну и Дэвид Бекхэм на его, так сказать, замене. Правда, плоховато у него замена. На 84 всего лишь получается. Но в любом случае, как-то так. Все. Все на этом. Ребят, всем спасибо большое за то, что смотрели MyClub. По ходу этого сезона в следующем году. Надеюсь, будет у нас побольше роликов по Ultimate Team. Также стримы, надеюсь, с Division Rivals, с Weekend League. Поэтому все это будет. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей, канал Футбол. Это Жидану Хтарь, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...